Здравствуйте! В 2021 году Улан-Удэ празднует свой 355-летний юбилей. А знаете ли вы, что в месте, где установлен православный поклонный крест, некогда стояла белокаменная, большая церковь, освященная в честь образа Спаса Нерукотворного? Мы стоим на месте алтаря Спасской церкви. У нее было четыре предела. Главный предел был освящен в честь образа Спаса Нерукотворного. Предел с южной части в честь святителя Дмитрия Ростовского. Северный предел был освящен в честь нашего известного святого Николая Чудотворца. Он очень почитаем в Сибири, хотя его мощи хранятся в городе Бари, и он европеец. А самый западный предел, который находился под колокольней, освятили в честь апостолов Петра и Павла. На Байкале эти святые тоже очень почитаются, потому что считаются защитниками мореплавателей и рыбаков. Получается, что Спасская церковь была самым крупным собором у нас, Верхнеудинским. У нее было четыре престола. А знаете ли вы, что сибирские церкви строились по типу корабля? Что это значит? Это значит, что алтарная часть, сама церковь, трапезная и колокольня соединялись в единый монолит и насаживались как бы на одну ось с востока на запад. Такое расположение частей церкви позволяло путникам легко сориентироваться на местности в темную ночь или в непогоду, потому что алтарь церкви всегда смотрит на восток, а ее выход всегда ориентирован на запад. Оказывается, в нашем городе существовало целых три Спасских церкви. Первая Спасская церковь, деревянная, была установлена через 30 лет после основания города. Но она сгорела. Поставили вторую деревянную церковь, а ее уже впоследствии заменили каменным храмом. В 1936 году каменная церковь была взорвана. Вторичный материал использовался для строительства школ, бани, хирургического корпуса и других общественных зданий города. Ну, а сегодня в этом месте обустроена площадка для отдыха горожан, куда вы можете прийти и вспомнить историю этого древнего храма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова